Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кристина Солоденко. Сегодня у нас в гостях Полина Сочинникова, герой тыла, борец за суверенитет. Полина, здравствуйте! Здравствуйте! Полиночка, расскажите, пожалуйста, с какого вы города? Я из города Новороссийск. А присоединились к борьбе когда за Отечество? К борьбе за Отечество я присоединилась в 2020 году, хотя всегда была сторонницей его, и если были бы наши СМИ более такие разговорчивые о том, что мы незаконно распались в 1991 году, я бы, конечно, в тот же год вступила бы и боролась бы, особенно когда есть такие соратники, как вы. Полиночка, ну как был ваш путь? Вы встретили нодовца или сами к этому пришли? Узнала о национально-освободительном движении я, когда нас закрыли на ковидные ограничения в 2020 году, и нам пришлось осваивать интернет-дистанционку. И мне сын подарил свой старый телефон, в котором я увидела, что есть YouTube, и ролики Фёдорова, и Максима увидела. Вообще, честно говоря, Максим Нургалеев много сделал для этого, потому что первый, кому позвонила, это номер, который он давал в своих передачах. Слушала-слушала всех, и врагов выслушала, и всех. И решилась позвонить, и решилась отправить подписи свои. Первый подписала себя, маму, сына и некоторых подруг с нашего храма. Я ходила тогда в церковь, тайно посещала на ковиде храм. И первые это были наши православные прихожане, которые меня знали. Я им рассказала об этой инициативе, о сборе подписей за Отечество, за изменения в Конституции, за расследование незаконного разрушения нашей страны в 1991 году. И вот люди такие же оказались. Ну, примерно 50% моих друзей разделили эту инициативу, и я их первыми присоединила в августе 2020 года. Это я была одна в чистом поле на ковиде. Вот просто сама пошла, благодаря передачам с Фёдоровым и с Максимом Нургалеевым. А помните свой первый пикет? Какие были ощущения? Как на это решились? А, первый пикет. Ну, пока я разбиралась с интернетом, пока я научилась заходить в сайт РУСНОТ, да, тогда был, и нашла координатора по Новороссийску. Мы связались, и где-то октябрь или ноябрь того же года, ноябрь, скорее всего, я вышла в первый пикет, он был получасовой, по раздаче газет. Я просто раздавала газеты, по-моему, без флага и без плаката, на улицах города, возле матроса с гранатой. Но две подписи тогда удалось тоже предложить, и люди, которые спешили переходить через дорогу, подписались. Какие-то местные просто вот работники, сотрудники местных организаций. Волновалась немного. Ну, в принципе, ну, пикет и пикет. Вот я и сейчас такая же, наверное, внутри бывает волнение, потому что иногда и выслушаешь от людей неприятные вещи какие-то, кто что думает, особенно когда на плакате с чем-то они не согласны. Вот, а на самом деле цель-то великая и большая спасти наш народ, удержаться от Третьей мировой и более мирную жизнь наладить на территории Отечества, за которую боролись наши деды. В память о тех миллионах, которые мы уже отдали за эту территорию, это хотя бы, наверное, святой долг такой. И меня это не пугает никакие другие люди, которые не понимают, зачем мы на улицу выходим. Полина, вы вот сказали, что граждане были некоторые не согласны с тем, что на плакатах. С чем именно они были не согласны? У меня на плакате, основном, самым рабочим, нарисована Родина-мать. И несмотря на то, что идет сбор подписей за восстановление законных границ Отечества 45-го года, написана статья Конституции, что защита Отечества, святая обязанность каждого гражданина, что воевые действия на Украине, результат незаконного распада, с этим согласны. Но сверху написано поддержку Путина, героев СВО, и такое. И вот, ну как, с последнего пикета я вам расскажу. Идет одна женщина и говорит, вот я своего сына уже похоронила, ну, видимо, она прочитала, что там в поддержку героев СВО, говорит, а где ж ты раньше была? Что ж ты раньше не выходила? Вот у меня даже слов нет. То есть у меня тоже есть сын, ну, слава Богу, жив-здоров. Вот, за них и боремся там, и за своих детей. Ну, вопрос такой, а почему этот вопрос женщина сама себе не задала немножко раньше? Что это незаконный распад был страны, что мы боремся, вообще всей этой войны можно было избежать всех этих военных действий. И в самой Украине 14-го года можно было избежать, если бы не было вот этих вот всех потрясений 91-го года. Я думаю, наверное, этот... У меня даже комок тогда к горлу поступил. Я не знаю, что ей сказать. Вот, потому что убитый горем человек, это всё понятно. А на самом деле, в общем-то, каждый сегодня должен задуматься о своей семье, что он может сделать для себя, для своих близких, для друзей своих. Это, конечно, присоединиться к миллионнику иску за расследование незаконного разрушения страны. Это единственный сегодня мирный и законный способ. Самое главное, он мирный, он законный. То есть мы имеем право по Конституции подавать в суд. Просто имеем право. Но люди не хотят пользоваться этим правом. Вот и всё. Полиночка, а та женщина подписала иск или всё-таки решила быть в стороне? Она мимо прошла. Та женщина прошла мимо. Но на самом деле, даже вот я хочу сказать, что жёнам военных, матерям, сёстрам очень тяжело что-то объяснить. Я очень многих знаю и с очень многими разговариваю. Их мнение таковое, то что, ну, вот наши сыновья, наши дети уже наисло. Всё, что мы могли дать стране, то есть то мы и дали. Опять же, правильно вы сказали, убитые горем люди. Да, убитые горем. Но приходит осознание, вы знаете, несмотря на это, вот в понедельник был пикет в Геленджике. Первый раз в Геленджике возле поликлиники я пошла и постояла там около часик-полтора примерно. Люди очень быстро и здорово реагируют, особенно в возрасте, которые родились в Советском Союзе ещё. Там просто я даже не ожидала, ну, почти очередь. Местами собиралась поставить подпись. Они шли, там остановка рядом, выходили бабулечки такого почтенного даже там 38-го года. Идут, они сразу ставят за возвращение вот границ Отечества. Не боятся и адрес оставить, и телефон там, кто помнит, кто как. Просто уже как бы точка кипения. Наверное, у людей внутри прошла и приходит какое-то своё осознание, что надо останавливать вот это всё. Затянулось это дело, эти СВО все затягиваются. И вижу, что год назад, даже в начале СВО, ну, три, четыре, пять подписей в день, было нормально. То есть, можно было не уговаривать никого, вот просто встать и смотреть, как люди реагируют. Иногда две подписи в день, сейчас восемь от восьми. Значит, ну, просто по наблюдениям, по статистике, общество уже более готово воспринять возврат суверенитета, возврат своих границ. и есть запрос. Запрос на это растёт. Полиночка, вот смотрите, когда вы выходите в пикет, ваши действия, какая у вас программа? Ну, во-первых, конечно, сбор подписей этих. Хотим подготовить иск. Во-вторых, разъяснительная работа с теми, кому интересно, а что это, а кто это. Я почитаю, мы раздаём газету «Национальный курс». У нас есть листовка, которая разъясняет необходимость изменения Конституции, колониальных статей Конституции. Статья 15.4 – это приоритет международного права над нашим. Почему мы так плохо живём, почему пенсионный возраст, кто у нас пишет законы на самом деле. Мы-то знаем, кто, видим публичную власть, кто голосует, но мы не видим тайной власти, которая пишет нам эти законы и делает за нас умственную работу, как нам жить, какой НДС нам платить и вообще множество, множество частных наших внутренних устройств, которые тоже гражданам могут не нравиться, тарифы на ЖКХ и так далее. Мы даём листовку. Она хорошо разъясняет в небольшом объёме, особенно молодёжь любит нашу листовку брать, вот девочки ходят просто с группами молодых людей, вместо отдыха приходят, даже без плаката и проводят беседы патриотические, особенно с теми, вот кто хорошо реагирует на ЗЭТ-ку, у кого-то уже брат на СВО, знаете, ну, молодёжь, у кого-то дядька на СВО. Мы же живём в Краснодарском крае, у нас тут много СВО, у нас много, у нас каждая школа, возле любой школы, даже вот школьники идут, кто постарше, да, они очень активно реагируют на листовку, супер. Последний раз пикет я выходила, можно я расскажу, как. Иду, у меня флажок, разворачиваю флажок возле Пушкина набережной, и плакатик разворачиваю, пилоточка у меня на голове, проходит группа молодых людей и кричат, «Сармат на Вашингтон!» Хотя ни машины, ничего ещё нету рядом, да, они уже, да, уже центр города наш. Надо было снять. Да, поворачиваю возле какой-то школы на машине, тоже дети вышли со школы, человек пятнадцать в белых рубашечках, чёрные брючки, ранцы, «На Вашингтон!» слышу, орут хор. Вот, ну, в общем-то, повестка такая у нас тоже о силах ядерного сдерживания. Поддерживаем Путина, у нас каждый раз, через раз этот флаг за суверенитет, за Родину, за Путина. Вот это все эти повестки и пикеты, в зависимости от того ещё, что в новостях, мы постоянно стараемся поддержать наши, именно наши, нодовские новости. И Евгения Алексеевича Фёдорова, координатора нода, и Путина, конечно, когда он где-то выступает, какие-то острые моменты поднимает в международной политике, мы всегда проводим в поддержку Путина пикеты возле администрации и в массовых, ну, в местах скопления народа. А как администрация относится к пикетам? Ну, нормально, если мы не нарушаем никаких федеральных законов, то нормально относятся к пикетам и к нашим требованиям. Наша администрация нормальна, то есть препятствий нам не делают по поводу одиночных пикетов точно. Полина, насколько трудно вам общаться с людьми? Или вы к этому намного относитесь так лояльно, что вам это не приносит никакого труда? Ну, во-первых, я профессионал-преподаватель. У меня целый день разные люди со мной общаются. И такие, и другие. Как говорится, студенты же мои, они тоже взрослые люди. Поэтому я уже привыкла, что со мной кто-то может не согласиться. Вот не нравится кому-то учить таблицу умножения. Есть такой факт. А кому-то нравится, кто-то ее выучил и легко ею пользуется. То же самое происходит и на улице. Или он выучит таблицу умножения, что твое отечество должно быть твоим, твой дед за него кровь проливал, либо он откажется учить таблицу умножения и получит двойку. Вот такой народ. То есть внутренне у меня, наверное, такая установка дружелюбная, доброжелательная. Ну, если жизнь заставит, и он выучит таблицу умножения, потому что он не сможет делать покупки без таблицы умножения, проверять свои счета, свой кошелек. Ну, простите, носков себе не купит без таблицы умножения. Так и отечество. Мы не выживем без него. Это правда. Уже любую, почитайте книгу от Библии, кому нравится, другой. Сколько народов исчезло с лица земли, потерявших свое отечество. Либо мы будем за новые границы бороться, проходить этот путь Третьей мировой войны, горький и кровопролитный. А как мы видим, войны становятся все более кровопролитными и все более жестокими, изощренными какие-то вообще ужасы-ужасы. Либо мы все-таки настоим на своих границах, за которые мы уже очень высокую цену заплатили. Это 27 миллионов жизней. Нет, пикета такого, когда бы мы, вот эти слова не пригодились нам. Такого пикета не было. 27 миллионов жизней мы уже отдали. Сколько вы хотите еще отдать? Лично вы со своей семьи отдать? Вы сколько еще хотите? Я хочу спросить не только эту женщину, у которой вот сын погиб. Мы тоже хоронили своих друзей уже. Мы хоронили в прошлом году. Ездила я лично на похороны. Я плакала два месяца. Сергея Архипова мы провожали в последний путь. Тоже, который погиб, вы знаете, наш нодовец, герой. Орден мужества недавно получил. Вот, посмертно. Дело в том, что каждый, каждый должен спросить это сам себя. Каждая семья, мать, брат, жена, особенно, которые проводили или знают своих друзей, которые на СВО. Вот у нас тут очень сильное казачество. Мы отправляем туда гуманитарку на передовую. каждый. И они тоже должны себя спросить. Все, кто сидят в окопах и еще не поняли, за что они сидят, они тоже должны спросить. И вот этим путем пойти, а восстановление законным путем поддержать Владимира Владимировича, дать ему этот иск в руки, этот миллион наконец-то подписать, чтобы он был в руках у нашего президента. Вот об этом мы говорим на каждом пикете. Этот иск нужен нашему президенту. Мы готовим народный запрос. Если вы народ и хотите остановить все конфликты вооруженные, вы должны обязаны подписать этот иск. Но мы почитаем, конечно, люди так говорят, дайте газету, мы почитаем, мы даем газету. Полина, вот смотрите, вы правы. Это как дважды два. Есть решение проблемы, решить можно и очень легко можно на самом деле решить. Это не так уж и сложно поставить подпись. Проблема состоит в объединении народа, что народ очень тяжело объединяется путем той пропаганды, которая была благодаря телевизору, интернету, СМИ, нам навязано, что идти как-то выражать свою политическую волю будет плохо, будут плоти сажать и пугали, что только или не делали. Поэтому народ в основном боится, не знает, куда ему в какую сторону идти. Но в тот же момент у нас есть и та часть народа, которая все понимает, которая даже в принципе она может и не знать об этом, но у нас есть бабушки, прабабушки, дедушки, которые всегда говорили, что на самом деле зло это американцы. Вот то самое зло. И всегда можно было, даже я помню у меня прадедушка он говорил о том, что нет, это не германцы, это все сделала Америка. То есть тогда вот представляете, сколько времени уже прошло и осознание приходит постепенно о том, что нам однажды когда-то говорили. Да. А вот по поводу военных, Полиночка, смотрите, на самом деле я тоже задаюсь таким вопросом, хотя военных на это слово очень много, которые могли бы помочь присоединиться к иску, да, но при этом при всем у них такое мнение, что, как сказать, это что-то не то чтобы плохое, а то, что да, вы говорите правильные вещи, но я военный и у меня есть устав, я иду по нему. То есть у них такое мнение. В принципе, ну как взять, да, это мнение правильное, это солдат. И можно именно по этому мнению понять, что этот человек будет добросовестно выполнять задачи нашего главнокомандующего. То есть никакой извне враг не сможет пробиться к нам. Вот, конечно, бы очень хотелось, чтобы, ну я знаю, что на СВО подписывают, и много ребят подписывают, вот, и даже газеты разносят в окопах наши нодовцы. А вот вы сказали, что вы преподаватель, а в какой сфере? Я преподаю медицинские предметы в медицинском колледже, фармакологию, латинский, фармакогнозию, ну и несколько других специализированных технологических для фармацевтов. Основное мое направление подготовка фармацевтических кадров в аптеку. Парина, а как относятся сотрудники? Знают они о том, что вы выходите в пикеты? Сотрудники, как и весь народ, знают 50 на 50. 50% сотрудников присоединились к ИСКу. Я думаю, даже может быть больше. И меня радует то, что когда я захожу на странички к некоторым людям ВКонтакте, у них появился патриотический контент, пусть не нодовский, но стали люди выкладывать поддержку России, поддержку президента, посты на своих страницах. Меня это начинает радовать. Раньше были котики, цветочки, детки, застолья, парусы, отдыхи и прочие памятники культуры. А сейчас начинает появляться у людей именно вот какие-то посты именно за патриотизм. Это меня радует. Да, постепенно патриотизм начинает всё заново-заново набирать обороты. Появляется уже определённая у людей идентичность, объединение, даже вот, можно сказать, идеология в направлении, куда двигаться. Постепенно, постепенно к этому придём. Нам главное стараться и продолжать двигаться к восстановлению нашего Отечества. Ни в коем случае не сдаваться. Полина, а ученики ваши видели вас в пикетах? Ученики видели в пикетах, брали газеты, приходили с родителями, ставили подписи. Всё было уже. Да, да. Папе понравилась газета. Вот в этот понедельник после выходного дня пикетов пришла девочка и на занятия говорит, папе так понравилась ваша газета, говорит, ну, значит, папа прочитал. Вот. Так что нормально. Ученики как раз вот они легче впитывают, чем взрослые люди. За 30 лет взрослой жизни людей несколько действительно отформатировали, я с вами полностью согласна. И они, может быть, сейчас рады бы как-то, ну, я, конечно, тоже не давлю. Они начинают понимать и начинают доходить, что всё-таки придётся идти нодовской дорогой, как бы они там не поддерживали. Вот иногда даже такие люди ставят подпись на пикете, говорят, вы знаете, а я против Путина, но подпись поставлю. Вот, то есть человек ещё, ну, не понял вообще роль главнокомандующего в этом процессе, но за то, чтобы границы вернуть своего отечества, он уже стоит на этой дороге. Ну, дай бог, вот тоже всяко-разно бывает. А вы спрашивали, почему же всё-таки против Путина не рассказывал? Ну, наши СМИ, понимаете, они же дают картину, то есть я-то понимаю, мне даже спрашивать не надо уже, столько лет, я в пикетах стою три года, что СМИ дают картину, что Путин, например, вот он друг всех, он же, во-первых, наш президент вообще молодец, я иногда говорю, вы посмотрите, как президент себя ведёт с теми, кто его бы живьём сожрал и порвал бы. Такие вражинушки сидят и страны, и отечества, такие просто вот дай им волю, я-то знаю, они бы его растерзали вовсю, и народ наш переделили и перессорили только в своих интересах, вот конкретные люди, не буду озвучивать, а как держится наш президент. И картинка получается по телевизору, что он с ними всеми дружит, этим и пользуется пятая колонна, которая говорит, что в соцсетях какие-то свои каналы, свои интересы, что он их всех назначил, он всё делает для них, для вот этих вот, для олигархов, например, и считают, что он ихний, на самом деле, Путин не является ни органом власти, ничем, он просто как нотариус, у него прав-то таких нет, у него очень мало прав, как и у любых других президентов бывших наших республик. Вот я смотрю, говорю, а вы думаете президент Армении лучше? Вот вообще его видели, вы вообще роль видели президента, вот таким людям можно сказать, но это уже долгая беседа, но ставят люди подпись, и хорошо, а потом они прочитают газету, газета вот была неплохая такая, выпуск, посвященный полномочиям президента, какие полномочия президента, будет возможность, мы им отправляем на эту газету, на сайты, чтобы они изучили полномочия президента. по конституции. Четвертая глава начните, говорю, и требуйте чрезвычайных полномочий, для чего они нужны. Много же на пикете не расскажешь, в принципе, это ж не монолог, а там как бы главное посеять зерно, заинтересовать человека в изучении своего законодательства, мироустройства наконец, и как, и чем помочь в создавшейся ситуации в своей стране, если человек хочет помочь стране, он все раскопает, вот как я. Я ведь блудила сама по интернету, пока вышла на Максима, пока поняла, что правда тут, пока вышла на Федорова, вот поняла, что да, вот этого человека я буду, вот я, я вот, ну, как бы разобралась, ведь полупатриотический контент, его масса, его очень много, а это еще хуже, чем вообще чисто вражеский, они просто уводят людей в сторону, вот. Да, вы правы, Полин, но всегда говорит правду, всегда говорит по закону, подкрепляет свои слова, также и действиями, и документами, и своем объединении, и поэтому сомневаться у народа причин нет, это не то СМИ, которое выйдет сегодня, скажет одно, завтра другое, а потом окажется, что это еще и фейк был, да, говорит, но вот, это правда. Блин, а вот вы сказали, то, что по поводу Николи Пашиняна обмолвились, я так понимаю, у вас разговор с Арменией, да, с людьми, которые на местной ценности, да, точнее так выражусь. Ну, у нас тут много их, в Новороссийске много армян, это еще при царе, царь их сюда в ссылку ссылал, вот такой был плохой у нас царь, что ссылал армян в ссылку на Черное море, у меня соседка, я спрашиваю, как они здесь оказались, она говорит, бабушку дед, этот царь сослал какую-то ихнюю, вот, ну, в общем, это уже наши армяне, они обрусевшие, они имеют родственников и в Армении, и здесь, конечно, глубоко переживают то, что происходит, происходит там, вот эти военные конфликты с Азербайджаном, пытаются разобраться, многие ставят подписи, многие уже поставили подписи под иском, чтобы вернуть отечество уже как отечество, но многие еще на пути, как и весь наш народ, потому что наши СМИ, честно сказать, по Конституции никакой ответственности не несут за ту повестку, которую они формируют, попробуйте, привлеките хоть кого-то, не привлечете, ну, только если не за призывы к экстремизму, к открытому терроризму, да, вот какие-то там вещи экстремальные, вот, а то, что они говорят полуправду, то, что они устраивают шоу, вот эти политические шоу, ну, мое личное мнение, вот просто личное, это шоу на крови, сейчас они должны быстрее включать, если хотят, вот вообще какой-то потом пощады в будущем от народа, вот, продвигать именно нодовскую повестку, приглашать Евгения Алексеевича на свои эфиры, любых нодовцев, любых наших сторонников Отечества и скорее возвращать и суверенитет и всё, а не разглагольствовать, а они разглагольствуют, я пока не вижу ничего, вот можете сами поставить себе вопрос, как я ставила вопрос, когда искала нод, а что полезного даёт мне эта информация, лично мне и моей семье, и вы увидите, что только на нодовских ресурсах вы увидите, именно это даст вам полезное, именно это приведёт вас к победе настоящей, а не то, что даёт нам телевизор, то есть там любой вид информации, формат обсуждения любой проблемы, вообще любой, он вам не даёт никакой пользы, лично в вашей семье, или дадут хороший тезис, но не покажут, как его достичь, обязательно уйдёт в сторону, вот это вот, мне очень когда-то нравился Михеев, такой есть у нас любитель поговорить, его часто приглашают, вот, но потом я тоже увидела, что он на самом деле не даёт никто из них правильного пути, как выйти из создавшейся проблемы, потому что они несут ответственности за это, у нас нету государственной идеологии на самом деле, СМИ принадлежат сами себе, цензура у нас запрещена, мы не можем ни в какие рамки их поставить, никого, вот и всё, остаётся только нот, только вот мы хотя бы стоим на правде границ своих и законных в международном праве, всё, это наша точка опоры, как мы должны так сделать. Вот ваши родные, как отреагировали на то, что вы присоединились к ноду? Ну, это произошло достаточно плавно, нерезко, и как бы постепенно привыкли уже о том, что где ты и куда ты ушла утром, уже не спрашивают, во сколько я приду вечером, где я буду находиться, потому что в день у меня бывает и два пикета, и автопробег, и ещё куда-то еду я то в Крымск, то в Геленджик, и ночую я не дома, бывает и так, что ночую где-то, вот, у соратника и так далее, поэтому как бы сейчас уже привыкли, иногда поворчат, ну, завезла продукты и молодец, всё, вот, нормально, сейчас хорошо относятся, сначала сын воспринимал в штыки, тоже не понимал, хотя отслужил в Росгвардии разведчик, спецназовец 24-го, всех поздравляю спецназовцев, разведчиков с праздником, который прошёл 24-го октября, вот, и не понимал всё равно, а сейчас понимает, целует в щёчку по утрам, вот, всё хорошо, а? или он в стороне, сын помогает или он в стороне всё-таки? Сын, сын не помогает, он в стороне, ну, у него много своих задач по жизни, он учится и работает, поэтому, как бы, ну, помогает хоть по дому, и то хорошо, когда меня нет, зато он почувствовал себя хозяином в доме, вот, у него большая ответственность, на нём весь дом и все обязанности по поддержанию, как говорится, работоспособности домового хозяйства, вот, а раньше этим занималась я. Полина, вот если сравнить первое время и вот сейчас, как граждане вообще сравнивают, воспринимают информацию о ноде, о отечестве, о воссоединении? Граждане стали легче воспринимать эту информацию, сейчас на фоне СВО, вот за последний год, полтора, легче доносить эту информацию стало. Ну, во-первых, мы много стоим, мы сами, мы сами стали более активны, и сами нодовцы, мы чувствуем свою необходимость на улице и потребность в пикетах, потребность выходить, что нас даже где-то ждут, вы знаете, этим летом мы для себя открыли Абинск, у нас есть такой город в Крымском районе, хочу даже пользуясь случаем передать привет администрации и полиции, и мы очень удивились, это такой, знаете, город, вокруг которого много маленьких населенных пунктов, хуторов, вот именно народ, и мы туда, когда встали, там в районе, большой остановки, в районе центра, где перекресток, такой центральная улица, маленький районный городочек, вот, мы очень удивились вообще отзыву и на Сарматмобиль, и на плакаты, и вечером, когда люди идут с работы, мы как-то под вечер туда приехали с двумя пикетами, идут, ставят подписи и мать, и сын, и едут в свой хутор, и вот такие места, они очень сильно ждут нас, пикетчиков НОДА, поэтому мы как бы не вправе сейчас останавливать пикеты, каждый выходной день, который у меня получается, где-то сдвинуть расписание и выехать уже даже из Новороссийска, мы стараемся это сделать, там большой запрос, там растут люди, школьники, мамочки, очень хорошо стали подписываться, вот подростков, школьников, молодых людей, требуемся мы, но требуется и, чтобы люди сами захотели, чтобы нас искали, нас находили, пусть создадут свои штабы, мы поможем, мы поделимся и плакатами, и всем там, ну, это, конечно, некоторые материальные затраты могут быть, но не такие большие, не огромные, чтобы они сами начинали выходить в пикеты и радует то, что по этим хуторам тоже люди просыпаются, которые поддерживали, но тоже начинают хотеть помочь, сейчас почти на каждом пикете спрашивают, а чем помочь, а я возьму ваш телефон, а дайте мне, а подсоедините меня в какой-нибудь нодовский чат, вот, просят, просто сами приходят и просят, это радует, и поэтому мы не можем сейчас останавливать активность, когда-то у нас были эти пикеты, ну, там, я могла провести два пикета в месяц, а сейчас 15, и мне мало, еще и 30 было пикетов в месяц, понимаете, то есть утром и вечером мы уже планируем свою работу, заезжаем туда, ты стоишь, ты стоишь там, обедаем здесь, переезжаем туда, туда, и автопробегом катимся еще здесь, и здесь, и здесь, чтобы выложиться, чтобы наши ресурсы забить информацией нашей, вот, и это сейчас пошло вот просто на мази у нас, я думаю, что по расчетам Федорова, утром просмотрела его ролик, что как с Шойгу, к 25-му году будет победа, потому что народ мы через тех людей, которые поняли в этих поселочках, увидели нас, они тоже поработают там, и мы же еще газеты оставляем, мы не можем стоять постоянно в этих пикетах, мы на работу свою ходим, мы в поселки приезжаем, мы проходим заодно магазинчики, в которых люди хамсу покупают или селедочку, и там наши газеточки ждут, и там по чуть-чуть, по чуть-чуть мальчик сразу берет газетку, которая стоит за нами, мы говорим, вот наша газета для патриотов бесплатная, мальчик в очереди за колбасочкой берет нашу газеточку и пошел, вот, молодой человек, вот так вот работаем тоже. Вас уже узнают, и у вас есть постоянные места, куда вы постоянно приносите свои газеты, верно? Да, да, есть такая часть, ну, сетевые магазины, кстати, нет, вот, к сожалению, такие сети, как там пятерочки, перекрестки, вот, ленты и другие, нет, а вот магазины шаговой доступности, они, кстати, гораздо вкуснее обывают для обывателей и ближе вот в этих поселках маленьких частники сами, то да, да, причем наша газета почему выигрывает, потому что она еще и бесплатная, да, мы собираем среди своих соратников средства, иногда сочувствующие просто средства на газету дают прямо на улице, я как-то стояла в Крымске, рядом пела боевое братство, патриотические песни, а мой пикет был неподалеку, я стояла просто молчала, так мужчина подошел и прямо дал деньги, я говорю, вообще боевое братство собирает деньги, вы уверены, что вы хотите мне, да, говорит, я хочу, чтобы у вас, вы на газету даете, да, говорит, я прямо вот на газету, и он такой не один был, то есть подходили люди и прямо вот давали деньги по 100 рублей, там кто-то, что-то, прямо на газету, чтобы мы раздавали свою газету и подписи собирали, стояли, вот, то есть нас ждут, да, есть часть людей, которые уже оставили подписи и уже готовы жертвовать на газету, да. Арина, а были такие люди, которые подходили, говорили, а вот сколько вам за это платят? Тоже часто, постоянно, да, я говорю, если вы ищете работу, то это не к нам, нам не платят, я волонтер, я в свое свободное время выхожу на улицу, хотите, приходите к нам вот только на таких условиях, все. И никто не пришел? Нет, потихоньку, те, кто нодовцы, те пришли, а кто вот ищет заработок, да, это в другие организации, ищите в другом месте. Вы за свои деньги эти газеты покупали, а если вы хотите на дом, то на почте оформляйте подписку там за свой счет. Да, Полин, все-таки категория людей разная, много приходят для того, чтобы знать правду, а для того, чтобы заработать, имеют совсем другие цели на этом. Да, мой дед не за деньги бежал, в 16 лет я всем рассказываю, что мой замечательный дед, он, у него несколько орденов, он, я его нашла в парке Патриот в музее, он есть, Булгаков Вадим Иванович, можете набрать, в парке Патриот он есть, там его база данных. Так вот, если посмотрите на даты его рождения, он в 16 лет сам пошел на войну, говорю, и я такая же, его кровь в моих жилах, говорю, и я просто так пошла за Отечество на свою войну, мой окоп здесь, вот стою на улице и газеты раздаю, и подписи собираю, придет повестка, пойду в окоп, и что делать? Вот, ну вот так, если кто-то спросит. Ну, люди же все привыкли, то, что война, она в окопах, и что такое тыл? Что значит стоять, собирать подписи, подписывать иски и бороться за восстановление суверенитета? Для них, наверное, тоже немножко непонятно, почему именно это тылом считается, потому что время меняется. Немножко непонятно для этого, как вы правильно сказали, Кристина, это наши СМИ, которые не наши, а принадлежат совсем другим людям, да, у нас нету государственно ориентированных СМИ, вообще нет, вот просто даже каждый человек пусть посмотрит, а что вы до конца ли наши СМИ в интересах государства что-то делают. У нас до сих пор праздничный, развлекательный контент, любой спортивный, любые соревнования вражеских государств, очень много всего вы можете посмотреть, вот кабельное телевидение, развлечения блогеров, я вот тоже в гости к людям иногда хожу, даже по соседям, вот что они детям показывают, там какие-то скрытая реклама страшных кукол идет в этих детских передачах, вообще ужасные какие-то есть страшные вещи, вот, непонятно к чему, безидейное, ни о чем, то есть погибнуть в море информации, не сохранив себя, свою семью, вот под такими лозунгами я бы сформулировала вот от души, это наш контент, который официально считают некоторые люди нашим государственным телевидением, на самом деле нет, оно не дает ничего для того, чтобы вы даже семью сохранили, я спросила у студентов, напишите мне пожалуйста, на одном классном часе разговоры о важном там было про наши ценности был, напишите мне пожалуйста, хоть одну телевизионную передачу, после которой вам бы хотелось вступить в брак. Что они ответили? Ни одной передачи они не смогли мне назвать, даже это вот про замуж вот эти вот передачи, которые есть, они говорят, там одних фриков приглашают, там таких находят героев страшных, что нету таких передач, чтобы вступили в брак. Я говорю, ну хорошо, а что вы скажете о передаче холостяк? Холостяк тогда шел, вот это самое, и тоже они говорят, да ужас какой, вы понимаете, 12 женщин, сидит какой-то подишах, перебирает, да это унижение, вот просто моральное унижение девушки, женщины, которая хочет создать семью, пусть даже с очень достойным, как бы обеспеченным там еще каким-то человеком, это просто, я говорю, катастрофа, что вот это нам показывают, вроде с одной стороны семья, а с другой стороны как бы, ну уважающая себя девушка, ну это просто даже унизит, просто пойти туда, вот это уже просто такой грядь вот внутри, что я пошла каким-то двенадцатым за кем-то или что, совсем себя на помойке нашла, ну это недостойно, просто вот недостойное поведение девушки пропагандируется, я так думаю, и мужчины в том числе, и мужчины в том числе, взгляд, могут бегать 12 девушек, вместо того, что семья это огромный труд, это огромный труд, это радость и счастье в семье, оно совсем в другом, а не выйти замуж и сыграть красивую свадьбу, отбить у 12 девчонок одного пацана, ну как-то так, ужас какой-то. Вот есть еще такие программы, как беременна в 16, это ужас какой-то, получается, им нужно беременеть в 16, даже не то, чтобы нужно беременеть, а дело в том, что ребенок это хорошо, и даже в 16 лет это ничего страшного, там, мама, так они еще какие-то семьи показывают, то есть нет бы показать хотя бы ну что-то хорошее, как бы это преподнести хорошо, но уже если так получилось, то вот подойдем к такой ситуации с хорошей стороны, нет, обрисовывать все очень плохо, причем в последнее время раньше такого не было, а сейчас, как я стала замечать, бывает иногда просто в ютубе проскальзывают, и ну все же смотришь, интересно все-таки, стали проскальзывать такие люди, как с украинским языком, то есть на украинский диалект у них ходило, то есть раньше, если такого не было, то сейчас очень, это вот так, настолько прозрачно, или вот пацанки те же самые, ну кому, для чего нужны эти программы? Ну, правильно, чтобы женщина перестала быть женщиной, а мужчина мужчиной, значит, смотрите, есть, хотите, подскажу вам один такой пункт, может быть, он пригодится в будущих передачах, у нас есть еще более запрещенная тема, чем нот, это домострой, да, а на самом деле это хорошая вещь, я когда пошла, храмом занялась еще, ну, то есть уверовала давно, да, и пошла узнавать, что же это такое, что мы потеряли, когда вот церковь отлучили от государства в 17-м году, да, после революции, вы знаете эту историю наверняка, а может и не знаете, вы достаточно молоды, а когда-то церковь это была, это, и вот что мы потеряли, мы же тогда именно и потеряли семью, вот революция 17-го года, это был страшный удар по семье, по русской многодетной семье, а домострой, он ничего плохого в себе не несет, вот, да, на самом деле там история про то, как молиться надо друг за друга, невестка, невестка должна молиться за свекровь, как свекровь должна относиться к невестке и молиться за неё, и все вот эти семейные отношения, и вот на самом деле, когда женщина взяла в руки отбойный молоток, её увели из семьи, мы сегодня имеем сто лет, как женщину увели из семьи, нам ещё это придётся возвращать, ну, может, какими-то более современными словами и методами, вот, чтобы женщина была действительно хранительницей очага, многодетной матерью, не боялась за своё будущее, спокойно с этим жила, что да, я родилась в счастливой стране, счастливой женщиной, я могу обвешать своего любимого мужчину детьми и в семье, так помолюсь, так помолюсь, и за меня помолятся мои родные, а у нас же что в передачах, анекдоты про тёщу, да, посмотрите наш юмористический контент, на самом деле так нельзя жить, и так нельзя строить отношения в семье, вот, может быть, это тоже потом, когда мы вернём суверенитет и захотим налаживать отношения, мы присоединим это как бы понимание нам помогут это сделать, наверное, люди какие-то более высоко духовные, которые этим специально могут заняться, у нас есть такие люди, вот, тоже духовенство, да, только в церкви на улице такая работа не ведётся с молодёжью, а в храмах ведётся работа с молодёжью, ведётся работа по семье, а будет вестись, она пусть тогда с больших экранов, вот это было бы классно, если, ну, это только возможно после победы суверенитета, чтобы мы дружили и создавали крепкую семью, и популяризировали бы вот это, это было бы классно, причём с молодых ногтей, с детских садов, а мы кого выращиваем, мы сейчас выращиваем потребителей, и вот, знаете, у нас же программы идут, я работаю в образовании, да, и вот у нас обязательно, обязательно пройдите все какие-то вебинары о том, что вы хороший, грамотный, финансово грамотный человек, вот, вот чего нам надо, вот это нам надо, а не семья, пройдите, пожалуйста, тесты, скиньте нам, хоть бы раз нам скинули, какая у вас семья, что бы вы хотели сделать, что бы вы хотели улучшить, вы мечтаете вообще о семье, такие вопросы даже не задают нам молодёжи, никому, не трогайте индивидуума, вот так у нас общество 30 лет живёт, не надо трогать индивидуума, поэтому вот у нас и разбрелись все индивидуумы, куда хотят, у нас четвёртый курс, сейчас я зашла к студенткам, медсёстры, 20-летние девушки, захожу, говорю, ну что, девчонки, привет, кто фамилии поменял, они говорят, мы никто не замужем, вот что обидно и печально, 20 лет, диплом на носу, мы никто не замужем, я с вами согласна, я с вами согласна, ещё раньше лет, даже 5-10 назад, можно было на телеканалах увидеть что-то познавательное, интересное, духовное было, всё это, я тоже всё смотрела, потом постепенно всё стали убирать, заменять на такие программы, которые сейчас мы видим в данный момент, на непонятные программы, суды собирают кучку непонятных людей, начали разбирать какую-то ситуацию непонятную, какие-то скандалы, интриги, людей постоянно негативно, они мало того, что негатив получают, то есть на работе, в общественном месте, ещё приходят домой, помимо того, что у них есть домашние дела, не включая телевизор, ещё и там негатив, и люди раздражённые постоянно, ещё раньше, если были какие-то ситуации, связанные с решением проблем в жизни человека, по духовенству, если смотреть, то сейчас решения проблем какие? Приходишь, слушаешь, читаешь новости, новости какие-то, ну вот бредовые на самом деле, непонятно даже вот откуда их берут, и всё это на людей, получается, мозг человека начинает инстантивно даже, так сказать, работать в эту сторону, также однажды проводили такой социальный эксперимент, я не могу сказать кем, но очень давно это читала, и получилась такая ситуация, что брали определённый городок, напомню, что эксперимент проводился очень много лет назад, брали определённый городок, в котором не было ни одной авиакатастрофы, и сделали такой социальный опрос, где людям, то есть не то, чтобы социальный опрос, а в этом городе пустили новость о том, что упал самолёт, то есть люди узнали в первый раз о том, что падает самолёт, и далее люди стали не то, чтобы мыслить в эту сторону, а вот происходит какая-то определённая ситуация, даже сейчас поймёте, о чём я говорю, вышла новость, школьник убил, зашёл в школу, расстрелял, по примеру, буквально через неделю или, может, через несколько дней выходит точно такая же новость, но уже в другом городе, и эта цепочка начинает тянуться, а работает это так, на психику людей, значит, на слабую психику людей, люди, которые дома, да, там получают плохую поддержку, которые постоянно в негативе, в депрессии, у них ничего не получается, есть такие люди на самом деле, вот, на них это работает как, ага, тот ученик, да, там что-то сделал плохое, а то же самое у меня ситуация произошла, как я могу в этой ситуации среагировать, нет бы решить эту проблему, он у себя, значит, вспоминает тот момент, что он уже однажды видел эту ситуацию, и как с этой ситуацией приняли решение, и именно это же решение он принимает, и эта цепочка продолжается, то есть в этом городке также проводили такой социальный эксперимент, когда человек выходил с окна, то есть мы упускали новость, потому что человек разбивался, и говорили это семейные сложные обстоятельства, и цепочка шла дальше, через неделю, через пару дней выходила снова новость, и люди делали то же самое, потому что вспоминали то, что ага, вот тяжело, как я могу решить эту проблему, уже однажды так её решили, как вышли в окно, ага, значит, мне надо поступить так, вот так и работает с ней, на самом деле это реально эксперимент, в интернете, если кто посмотрит, очень интересно, почитайте об этом, я, по-моему, вроде даже его читала в книге Роберта Чалдини, ну что-то такое, но эксперимент был, очень интересный, вот, Полин, а вот смотрите, немножко уже отошли от темы, вы говорили про Сармат-мобиль, то есть, помимо того, что вы проводите пикеты, у вас есть ещё Сармат-мобиль, расскажи. Да, у нас есть Сармат-мобиль, это жёлтый лимонного цвета Deo Matisse, отечественная фактически машина, Узбекистан собирает, тоже уже отечественный, вот, и на крыше установлено муляж из строительной сетки, обтянутой баннером, с надписью на Вашингтон, вот, Сармат-мобилю нашему скоро год, первой появилась ракета, после того, как Равиль сделал свой Сармат-мобиль, мы загорелись тоже этой идеей, и у нас тут есть друзья, правда, они у нас так по городам, по хуторам, с зелёными машинками отечественной классики, жигулями, и ставили мы эту ракету на них, но ракета моя, как бы, я её собрала, и ребята не могут там каждый день ездить куда-то, они не выходят сейчас в пикеты, а нам нужна была она для автопробегов, пришлось мне к 23 февраля этого года прикупить багажничек и примотать скотчем ракету, ну, отзыв, конечно, был обалденный, понравилась машина, понравилась студентам, всем понравилось, и, в общем, так получилось, что так и осталась эта ракета, езжу с ней на работу, с работы, и на нашей улице находятся два представительства натовских стран, Новороссийск, город Грой и город Порт, и тут находится представительство Греции прямо рядом с Портом на улице Мира, но это перекресток с улицей Свободы, и на улице Свободы находится турецкое представительство, оба члены НАТО, оба вступили в 52-м году, и вот мой сармат я стараюсь парковать почаще именно на этой улице, чтобы эти ездили между собой на обед с обеда с красными номерами и видели нашу повестку, и в общем-то этот эффект заметили СМИ нодовские, тоже стали добавлять его в свой контент, я смотрю, часто получается там поставить, хотя у нас с паркингом, сами знаете, в центре плоховато, но бывает удачный момент, и машинка постоит и там, и уже в городе знают, даже о нашем сармате, в Геленджит, мы приезжаем, и мужчины на набережной говорят, видел я эту машину уже в Краснодаре, хотя мы туда еще ни разу не ездили, но в общем-то откуда-то они видят ее, и репостят, и фотографируют, наверное, вот, говорю, мы там не были, но вы там видели, ладно, и почему-то много ребят отправляют, вот я просто подслушиваю, кто подходит фотографировать, в Питер, в Питер друзьям, в Питер друзьям, наверное, весь Питер уже видел нашу машину тоже, все в Питер друзьям отправляют, вот, вот так, так и пошло. Сармат молодежь привлекает, да, Полина? Да, привлекает, вот на набережной уже кричат на Вашингтон, уже и меня, наверное, запомнили почему-то, я уже говорю, наверное, какая-то личность такая, что уже стесняюсь я ходить, кто-то крикнет опять на Вашингтон, но мне приятно, значит, дошло, значит, доходит, и молодежь, ну, как бы, я вижу, позитивно это поддерживает, а ведь это повестка ядерного сдерживания, это поддержка наших вооруженных сил, всех, кто на фронте, да, и это поддержка ядерной триады, которой мы гордились всегда уже сколько лет, сколько десятков лет, да, и молодцы, то есть это патриотизм в целом в обществе, в целом в обществе патриотизм, это индикатор патриотизма, и мы рады, что это есть. Алина, ездить не стеснялись в первое время или все-таки было стеснение? Ну, первое время, знаете, вот, чаще показывали вот такой вот знак, вот так вот, в окно, говорили, что, совсем, а сейчас не показывают, уже как-то нет. сейчас подъезжаю к светофору, если рядом паркуются машины какие-то, и мы минуточку ждем, пропускаем, я смотрю, что люди серьезно обчитывают, что написано на дверях, у меня написано вернуть полетное задание на Вашингтон, вот, вернуть полетное задание на Вашингтон, люди обчитывают серьезными лицами, не подкручивают у виска пальцем, а стали смотреть, ну, во-первых, спасибо главнокомандующему, что провели вот эти учения, проводят какие-то видиты на полигон Новая Земля, летом был Шойгу там, и потихоньку, потихонечку тоже показывают, что у нас там боевая готовность, это тоже радует, это тоже радует, значит, рано или поздно это будет включено, потом мы же вышли из договора о запрещении ядерных испытаний, это тоже, видимо, повлияло на людей, люди стали, водители, это взрослые люди, они стали серьезно смотреть на Сармат, раньше смеялись, улыбались, сейчас тоже вот так показывают, но стали серьезные взгляды у людей. А после того, как молодежь подходит для того, чтобы сфотографироваться с Сармат-мобилем, вы разъясняете им, для чего именно нужен Сармат-мобиль, почему именно на ваших там, и после ваших слов они подписываются под иском? если получается, то разъясняю, если не получаются, то стараюсь хотя бы взять газету, да, и очень активно подписываются под иском, но вы знаете, вот есть молодежь определенная, она, которая служила, например, они, может быть, или военнообязанные, они чего-то боятся, но они рекомендуют даже это друзьям и рассказывают об этой инициативе, то есть люди уже в пути, я так называю, спасибо за то, что вы неравнодушную позицию имеете, говорю таким людям я, уже хорошо, что вы обратили на это внимание, потому что и равнодушные есть, это, к сожалению, тоже немало людей, а если человек обратил внимание, заинтересовался, надо ему дать хотя бы газету нашу или указать, что прочитайте, посмотрите, зайдите на страничку нашего штаба Новороссийского, говорим, ВКонтакте есть нот Новороссийск, активисты, заходите, присоединяйтесь, смотрите, читайте, узнавайте, вот, и там тоже они могут и присоединиться по ссылке, изучите, придите к решению, надо говорить, оскорблять не надо, то, что люди не разобрались, это вина не их, это не их вина, это вина нашего проигрыша, когда мы проиграли в 91-м году холодную войну и закрепили этот проигрыш в Конституции, то есть мы пошли по пути за тем своим стратегическим, историческим врагом, сейчас враг раскрыл своё лицо, мы с 17-го года, у врага враг, он на нас кричит враг, а почему мы не крикнули ещё в ответ, да ты сам нам враг, а вот по этим обязательствам, которые мы взяли на себя, то есть людям надо это тоже дать время осознать, хотя кое-кто, вот он просто со светлой головой уже понимает и сразу тогда ставит подпись, им легко, а кто-то делится, я обсужу со своей мамой, спасибо, я газету почитаю, и это тоже замечательно. Как сказал Владимир Владимирович Путин, истинный патриот всегда будет знать, куда ему двигаться. Да, да, люди хотя бы ищут путь уже хорошо, и они находят, вот нас на улице найдут, нашу газету найдут в каких-то магазинах, может им расскажет друг, который видел нас, или репостнул наш в этом самом, кто этим занимается, да, поинтересуются, один сармат увидят, другой сармат услышат, и так постепенно они все найдут тропинку к партизанам, вот. А на работу ездили с сармат мобилем? Бывало такое? Прости, не расслышала. На работу на сармат мобиле ездили? Бывало такое? Ну да, езжу, я езжу, я езжу на работу на сармат мобиле, и с работы на сармат мобиле, наш сармат мобиль каждый день в центре, кроме выходных, выходные я стараюсь посетить ближайшие пока города, пока нет снега, или там плохой погоды сильно, вот, в хорошую погоду мы всегда на улице, где-то, где-то. Полин, а вот скажите еще, пожалуйста, вы говорили, то, что ездите в Геленджик, получается, Новороссийск, то есть у вас есть автопробеги, вы об этом упомянули ранее. Да. Автопробеги. Как проходят они? Ну, автопробеги проходят просто. Мы едем в Геленджик на пикеты, то есть у штаба есть свои планы. Если мы куда-то едем, кто-то может и хочет, мы созваниваемся, например, встречаемся, есть возможность, допустим, даже у меня переночевать, если кто-то хочет из штаба, вот, иногородние у нас есть люди, остановиться. У нас же штаб собрал в себе людей из Новороссийска, Геленджика, Крымска, Тамани, понимаете, Суко, пятый человек, вот такой у нас интересный штаб, и мы, и машина. Вот, мы садимся в машину, договорились, едем в Геленджик, там проводим пикеты, по дороге снимаем автомобиль, с флагом, конечно, едем, снимаем, провели пикеты, отснялись, посовещались, посовещались, вернулись, опять отснялись, если позволяет время, еще сделали пикеты в Новороссийске на обратном пути, и у нас получается в день три-четыре пикета, и автопробег хороший, можем по пути завести газеты, например, в Абинске, и в Крымске, у нас активистка, она прямо, очень хорошо, у нее удается работа с магазинами, с частниками, молодая, язык подвешен ноги, пробежалась, раздала и обновила, ну, тоже фотографируем друг друга, очень удобно работать, вот, когда есть тот, кто тебя снимет со стороны, потому что, если я пилот с армат-мобиля, то со стороны меня, как правило, снимать некому, вот, и когда я одна, я сама снимаю, вот, а когда с кем-то, то, конечно, веселее, картинка веселее, ролик можно сделать, было бы время только, и такой же, такие же проблемы у нас, как и у вас, во-первых, не хватает времени, мы же на работы ходим, нам же не платит никто за эту работу, вот платили бы, мы бы сидели и ролики бенодовские выпускали, вот, с утра до вечера, а так вот, получается, надо тоже как-то где-то не поспать, кто-то учит клетку, да, медицинскую, а мы вот не спим, по три часа ролики монтируем, музыку подбираем, эти, обрезаем, сами знаете, это тоже время, вот, подписываем, что-то виснет, с интернетом воюем, когда он виснет, пропадает, все, все это понятно, что это все много времени займет, вот, вот, а по поводу, как относится власть, когда мы проводим автопробеги, ну, массовых мы не проводили, у нас пока, такой сармат, вот один в Новороссийске ездит, не видела еще больше, чтобы кто-то еще примастерил, что-то, даже просто добровольцы, но уже радуются, вот детям, правда, очень нравится, молодежи, очень нравится эта тема, мне сказали, у вас, вы не представляете, вы даже не знаете, подошла ко мне женщина, прихожанка из храма, вот, я ходила как-то, она меня знает, говорит, вы даже не представляете, у нее сын учится в соседней школе, сколько у вас фанатов, вы даже не можете представить, говорит, так на ушко, поэтому, ну, всем спасибо, кто наши фанаты, значит, это будущие патриоты, раз это ребенок со школы говорит, вот, ой, это она, она, да, ты знаешь эту тетю, которая вот на этой машине, да, говорит, ты не представляешь, говорит, сколько у вас фанатов, поэтому полиция, ГАИ, ну, пока, слава богу, вот, хорошо тоже относятся, у них тоже дети, они тоже ходят в школу, и желтая машинка с ракетой на Вашингтон, симпатично людям, наверное, понравилось уже, так и будем ездить до победы, до победы только так. Полина, у Ваших учащихся есть большая возможность сейчас, благодаря Вам, стать настоящими патриотами, вспомнить на самом деле, что какой многонациональный народ, кем они являются, сколько побед Россия во имя Благо Отечества всегда выигрывала, делала, стремилась быть для того, чтобы объединяться вместе, и у них это большая возможность сейчас, благодаря Вам. То есть Вы делаете большой вклад, этот вклад имеет, ну, даже бесценный, ну, понимаете, такой ценности, его не сравнишь ни с чем, потому что потом они вырастут, и они будут это с собой нести в жизнь, они это будут дальше передавать, а это какое поколение? До 20-ти, до 24-х лет, а ребята там? Да, да, конечно, даже меньше, Вы знаете, восьмилетние радуются, как, когда они такое видят, восьмилетние, они аж пищат, верещат, вот кто понимает, ну, есть разные же детки тоже, но в основном мальчишки там, где-то, где-то, ну, по законодательству нам не положено, там возле школ, там где-то стоять, еще что-то, вот детские организации, но я просто вижу реакцию, когда родители с детьми идут, дети подбегают, хватают газеты, папе несут, вот, с большим удовольствием, то есть они прямо папе, маме, бабушке, я прям не могу даже, вот у меня рука не поднимается, отобрать газету, хотя, ну, это для взрослых, я говорю, ты-то читать умеешь, я говорю, бабушке, я папе, вот они видят пилотку, сармат-мобиль, флаг, вот, им хочется прикоснуться к этому, они видят родину-мать на плакате, которая уже стала символом отечественной войны, и 9 мая, они это с кровью, наши дети, это вот они рождаются уже такими, я вот хочу им сказать спасибо за распространение нодовских идей среди взрослого населения, правда, половину они сделают за нас. Полина, вот скажите еще раз, хотела бы вас более подробно уточнить, вот вы говорили, то, что вас посетила идея о создании сармат-мобиля, благодаря Равилю, так вот, вы одна в новороссийске с сармат-мобилем, или есть еще? Пока я одна, но за это время у нас появился наш сармат-мобиль в Крымске, и мы провели акцию в Абраудюрсо в сентябре, совместный автопробег, Новороссийск-Крымск-Абраудюрсо, вот, проводили там пикеты, и сфотографировались Михаил Клименко, водитель сармат-мобиля в городе Крымске, на день города он тоже выезжал на сармат-мобиле, к пикетам пока не присоединяется, но уже большое дело, что он сделал его из трубы, на фаркоп классики «Жигулей», он какой-то упор приварил, там целую конструкцию разработал, крепления, и он такой длинный получился, такой мужской цвет, надпись «Вернуть полетные задания на Вашингтон» вернул, вроде бы имеет планы модернизировать, вот, ну, посмотрим, у нас, в общем-то, в нашем районе, вот до Краснодара, мы пока сдерживаем всю напряжение нашими двумя сармат-мобилями, готовыми уже, готовыми, один в Новороссийске, один в Крымске, да. В Крымске. Парина, а угрозы со стороны граждан были? Нет, явных нет, хотя на моей машине есть плакатик маленький, с деткой, своих не бросаем, сначала СВО я как повесила, заламинировала плакатик, распечатала маленький на окне, так он на боковом окне, на заднем и висит, на маршрутках у нас такие же плакатики есть, на мне, ну, были инциденты, но полиция работала по тем, кто разбивал стекла с зетками, были такие, нас предупреждали, что были какие-то вандальные проявления, сейчас вроде бы это все затихло, поймали там кого-то, и это стало построже, нет, в целом, угроз нет, ну, если, знаете, как говорится, все под Богом ходим, молимся, мы ж молимся, Бог же с нами, вот, поэтому, думаю, дойдем до победы, люди в целом у нас добрые, дружелюбные, а кто еще не понял, до них дойдет, с пикета, доклад, доложу еще один случай, стою в пилотке, с родиной, матерью, собираю подписи, мирным, законным способом, хочу вернуть отечество, чтобы люди присоединялись, проходит женщина и говорит, вам воевать-то не надоело, я говорю, женщина, разберитесь, я тут стою, чтобы не воевать, прям громко так это, но потом подошли, все равно люди подписались, много кто, я говорю, чтобы мирно, чтобы не воевать, мы можем, вы власть, вы источник власти, по конституции, ну, вот так вот тоже, молодые люди есть и такие. Удивительно, правда, говорит, вам воевать не надоело, да, а сдаться, а сдаться лучше, да, получается, ну, вот тоже, вот вы сами себя услышите, вы думаете, вы сдадитесь, вам будет все кайфово, да, вот вынесем ключи от города, и тут нас всех и пожалеют, да, также будут уничтожать, вынесла Германия, ключи от города, что там, миграционный кризис, да, вот это все, вы же тоже понимать должны, это земля будет не вашей, и хозяйничать будете не вы у себя дома, в любом случае, так или иначе. Ну, вы правильно сказали, что все мы под Богом ходим, потому что не зря говорят такое выражение, с кем Богом, с русскими. Ну, да. А вот такой вопрос, наверное, все-таки подумайте хорошо, чтобы вот ответить, вот хоть один раз была мысль все бросить и сдаться. Уже нет. После того, как я нашла вот это движение, уже не было. Были мысли, что сил нету, были мысли, что как сохранить здоровье, да, иногда согласна на улице, у нас очень сложная погодная обстановка в городе бывает, ураганы, все, но мы даже в ураган проводили здесь парад сарматов. И это есть. В январе прошлого года у нас на контенте есть ролик, как приезжал Равиль, у нас был ветер, больше, около 40 метров в секунду, ветер. Мы шли, возлагали цветы к памятнику. Конечно, я бы не пошла в пикет, но ради сармата вот снять вот это все, когда приехали координаторы ЮФО, Афанасьев Вячеслав, сам Равиль с соратниками приехали. Я просто не могла в стороне стоять, я вышла, мы отснялись, провели этот парад через весь город, цветы, интервью, в общем, все по программе мы сделали по своей, и они успели уехать, потому что на следующий день ветер, ну, разобрал тут и крыши, и подстройки, были прям падения деревьев, все, и мы все равно все вышли, все собрались, это вот, знаете, ну, уже нельзя отступать никак, даже в наши ураганы, мы не отступили, мы молодцы. Все правильно. А вот вы еще говорили, что занимаетесь волонтерством, я правильно вас поняла? По возможности, да, да, есть такое, окопные свечи мы делаем, наша группа, моя группа, я куратор группы, ну, это как классный руководитель, мы научились делать окопные свечи, вот, и мы уже не первый раз передаем их на передовую, в прошлом году передавали, в этом году тоже передали уже на передовую, и у нас еще просят сделать окопных свечей, вот, позвонили, сказали, есть еще, я говорю, нет, мы еще не сделали, но будем делать и продолжать заниматься, пока это необходимо. Там уже похолодание, и наши казаки, они в настоящих окопах люди живут, выполняют настоящие боевые задания в посадках, вот, и им нужны эти свечи, это делается из баночки, из-под горошка консервная, баночка берется, моется, сушится, картоном набивается специальным образом, и заливается специальным сплавом, а мы ведь фармацевты, и мы умеем плавить мазевые основы, поэтому этот процесс, наш процесс медицинский, мы сплавляем воск с парафином, воск я беру в храме, батюшка благословил, отец Александр, огарки свечные забирать, мешочек у меня есть запасной, есть парафин, вот, две коробки банок есть, и будем готовить сейчас новую партию свечей, на передовую, уже один отряд мы обеспечили, а следующий отряд, вот, узнал и просит, мы его тоже постараемся обеспечить, этими свечами, вот. А ученикам нравится сам этот процесс, то есть полчаса, они у вас еще и спрашивают, когда мы будем делать? Спрашивают, да, ну, есть ученики, которым лишь бы не учиться, поэтому находим время, чтобы успеть и поучиться, и после сделать, нарезать тот же картон, полчасика, 20 рук, быстро сделают все это за час, останется только залить парафином, вот парафином дольше всего, потому что он застывает, ну, как понять, толстенькая, горячая банка, да, она должна остыть хотя бы ночь, хотя бы ночь, а потом он оседает, а потом еще доливаешь, то есть еще 2-3 дня, они будут остывать, эти баночки, и приходить в хорошее состояние, вот, до кондиции. А ребята с ночьами, я так правильно понимаю, они только греют руки, да, еще и могут что-то сверху приготовить? Конечно, конечно, можно вскипятить кружку воды, что-то сварить там, запарить макароны, например, или тушеночку, кашу разогреть, сухой паек свой сделать горячим, конечно, и баночка держит это тепло, до 8 часов, хотелось бы, конечно, узнать сейчас, вот, надеюсь, что казаки еще обратно приедут со своего, и расскажут, как они работают, мы не знаем, нам еще не рассказали, но берут охотно, значит, все-таки нужны эти баночки, баночку удобно положить, вот, снайперу, или кому-то, кто идет на передок, с собой в какое-то задание, в рюкзак, положил в рюкзак, и вот у тебя сухое горючее, вот у тебя тепло, там что-то рядом тепло есть, вот. Помимо того, что ездите на сармат-мобиле, проводите пикеты, еще успеваете солдатам делать окопные свечи? Ну да, ночь-то длинная. Когда я слушаю Евгения Алексеевича Федорова вечером после работы, у меня есть чайник, в котором я расплавляю парафин с воском церковным в определенном соотношении, заливаю окопные свечи, сделанные вот баночки, набитые руками наших фармацевтов будущих. Вот. В общем, работает все, и голова, и руки. И уши заняты передачами информации нодовской. Только нодовские передачи, хоть бы их успеть посмотреть и послушать. И голос Отечества, конечно, тоже. Да, все верно. Все верно говорите, Полина. А вот считали, сколько сделали уже окопных свечей? Ой, ну каждый раз в районе сотни. Ну штук 200 бы, наверное, сделали. Ну мы же не одни. Они у нас тоже весь колледж собирает. И вот постоянно у нас есть человек, который у нас работает, преподаватель ОБЖ, Александр Владимирович. он еще в 20-ю гимназию ходит. Там тоже что-то делают люди. У нас уже везде какие-то подпольные цеха. Кто-то вяжет сети маскировочные. У нас он предложил тоже, я не знаю, может, мы начнем тоже маскировочные сети, требуется вязать. Вот. Ну посмотрим. Вот. Первое производство, пока я только сделала окопных свечей. Это наше первое производство. Затея на базе колледжа. И на базе кухни. Даже на базе кухни. Еще научила я, правда, в церкви еще одна женщина, тоже я ей подсказала, как делать научила. Наверное, тоже делают. Но не общаемся сейчас. У нас везде. Все кто-то что-то делают. И носки вяжут в том числе. Люди. Парин, а на ваш взгляд, ну вот с соратниками с вами поделитесь, как улучшить сбор подписей? Больше уличной работы. Улучшить сбор подписей. Больше уличной работы, у кого получается в интернете, тоже больше. И это будет хорошо. Больше всего подписей, мы уже давно этим занимаемся, происходит, с улицы берется. С улицы. По возможности. У кого какие возможности. Хорошо, если приходить в коллективы получится. Но это тоже на усмотрение людей, которые руководят этими коллективами, у кого они есть возможности. Начинать со своих и идти в народ. Вот это только. Стараться посещать мероприятия. Очень хорошо берутся подписи в районе патриотических мероприятий. Туда приходят конкретно патриотические люди. И если бы получалось, мы вот в нашем городе направляли письмо, но нам отказали, сказали, что это администрации, не входит. А мы попросили оказать содействие. Два штаба у нас в городе, коллективное письмо попросили оказать содействие администрацию в сборе подписей. И там было перечислено в том числе поставить возможность сбора подписей при всяких мероприятиях патриотической направленности. Вот они ставят волонтёрскую палатку, например, для сбора средств, макаронов, крупы, там, тушёнки, масло, я не знаю чего. И люди приносят и собирают. Когда патриотическая музыка, большое общение, мы тоже просили, но нам сказали, что вообще не обязательно ничего этого делать. Поэтому нас вряд ли пригласит администрация на какие-то эти вещи. Мы будем...